Сегодня готовим очень вкусную хрустящую и сочную творожную галету с ванильной прослойкой и карамелизированными грушами. Творог для теста лучше взять брикетированный жирностью 5-10%. Груши должны быть сочные и плотные. В этом рецепте груши сорта форель. Обязательно используйте орех, можно любой. Его идет совсем немного, но с ним вкуснее. Начнем с карамелизации груш. Сначала подготовим цедру лимона. С помощью мелкой или специальной терки аккуратно снять желтый слой, не задевая белый. Именно в желтом содержатся эфирные масла. Грушу очистить от кожуры. Разрезать на 4 части. Вырезать сердцевину. Каждую часть разрезать пополам. Так подготовить все груши. Далее готовим сахарный сироп. В сковороду влить холодную воду. Всыпать сахар. Включить плиту на максимум. Постоянно мешать до растворения кристаллов. Довести до кипения. Снизить температуру и пусть покипит минут 8, чтобы немного выпарить сироп. Выложить груши. Варить 10 минут. Добавить сливочное масло. Цедру лимона. Лимонный сок. Варить еще 5 минут, время от времени помешивая. Какие же приятные ароматы разносятся. Сливочный, цитрусовый. Груши должны стать мягкими, но хорошо держать форму. Включить плиту на максимум и постоянно мешать. Сироп начинает густеть и когда груши станут красивого карамельного цвета, выключить плиту. Только не передержите, иначе карамель начнет подгорать и груши впитают горечь. Переложить на тарелку и оставить до полного остывания. Готовим творожное тесто. В миску выложить творог, добавить яйцо, сахар, ванильный сахар, цедру лимона. Смешать до однородности. Просеять муку вместе с содой. Добавить соль. Перемешать. Сливочное масло и терку отправить на 10 минут в морозилку. Обвалять холодное масло в муке. И натереть на крупной терке, постоянно погружая в муку. Хорошо перетереть руками. Добавить творожную массу. Перемешать. Замесить тесто. Долго месить не нужно, просто собрать в комок. Завернуть пищевую пленку и убрать в холодильник минут на 15. А пока измельчим миндаль до средних кусочков. Можно в измельчителе. Далее готовим творожную прослойку. В миску выложить творог. Немного размять. Просеять крахмал. Добавить ванильный сахар. Перемешать. Крахмал впитает в себя сироп из груш и он не будет вытекать. Добавить карамель, которая осталась. Смешать до однородной массы. Переходим к формированию открытого пирога. Стол присыпать мукой. Достать тесто из холодильника. Убрать пищевую пленку. Раскатать круг диаметром примерно 28 сантиметров. Толщиной 4-5 миллиметра. Перенести на противень на пергаментную бумагу. Выложить в центр творожную прослойку. И равномерно распределить, отступив от края приблизительно 4-5 сантиметра. Если любите побольше творога, можно приготовить двойную порцию прослойки. Сверху орех. Немного ореха оставить для складок. Выложить груши. Аккуратно завернуть края в складку. Посыпать орехом. Слегка вдавить в тесто. Совсем чуть-чуть присыпать сахаром. Отправить в разогретую духовку до 180 градусов примерно на 30 минут. Но вы ориентируетесь на свою духовку. Держите, пока пирог не зарумянится. Немного остудить. Пирог хорош как в теплом, так и в холодном виде. Притрусить сахарной пудрой. Украсить мятой. Можно подавать. Разрезаем. Галета получается очень вкусная. В ней все идеально. Хрустящая корочка с лимонной свежестью и орешками. Нежная творожно-ванильная прослойка. Сочные ароматные груши с цитрусовыми, сливочными и карамельными нотками. Приготовьте такой открытый пирог. Радуйте родных и близких. И наслаждайтесь вкусом!